Так, тут какое-то еще дерево, кстати говоря, его тоже бы поизучать неплохо было бы. Ой, Верка, а ты что здесь делаешь? Ты должна быть ликвидирована. Ты в курсе об этом? Камера содержания аномалии так ярка, что мы ничего не успели прочитать. Когда все закончится, лепестки опадут, будто крик. Когда ее красота достигнет пика, наступит ритуал окончания года. В результате хорошей работы... Уровень понизится. Когда сотрудник Оливер запаниковал в камере содержания, уровень счетчика клепота понизился. Когда уровень счетчика клепота понизится до нуля, любой случайный сотрудник в комплексе отправится в камеру содержания. Это состояние было названо очарование. Когда очарованный сотрудник достигнет камеры, его затянет в дерево. А это можно предотвратить, как у эльфийского дерева. После множественных попыток поговорить, кликая по нему. С очарованным сотрудником? Да, можно. Есть высокий шанс вернуть его в норму. Как только сотрудник вернется в норму, уровень счетчика клепота восстановится до максимума. Окей, то есть это... То есть еще одно дерево, черт побери, да? Но только оно, походу, не понижает клепот... А... Само по себе. Или понижает. Ну... Окей, ладно, пойдем на понимание. Дерево поразить на минималках. После того, как работавшего у аномалии сотрудника затянет внутрь, уровень счетчика клепота восстановится до максимума. Также ХП и СП всех сотрудников в комплексе будет восстановлено. Низкий. Вот здесь, кстати, можно ходить на подавление, наверное. Но, anyway, вряд ли будет... Вряд ли, так сказать. Давайте отведем подальше, на всякий случай, Блайд Лейда. Присмотрите, киво дупло внимательно очень. А! Там сидит какая-то бестия. Походу, пока никто не идет. Но я не вижу, по крайней мере, никаких знаков. Давайте еще разок сгоняем. Так, ну теперь это точно. Кто-то обязан идти. Ага, вижу. Параша. Ни хрена. Ни один параша. Еще и какой-то клерк. Гамма-4. Может быть, еще кто-то пошел? Почему сразу два сотрудника? Что это такое? А, она четверых сразу вызывает. Затянула клерка? Вы видели это? Я не заметил. Ну ладно, пускай полакомится. Там сидит какое-то чудовище. Рассвет сакуры. Прикольненько. А вот, вернула прежнюю форму. То есть нужно еще разок сгонять. Получается, да? Могила сакуры. Ни фига себе. Рассвет сакуры. Чего? Погоди, так это тетх? Мне почему-то казалось, что это HE как минимум. Дерево, растущее в середине камеры содержания. Оно никогда не увядает. Даже если его не удобрять. Некоторые сотрудники отдыхают под его кроной. Панси. Ты видел новую аномалию? Ты же вроде был назначен для присмотра за ней. Ксавьер. Ага, видел. Это всего лишь дерево с несколькими почками на ветвях. Я не думаю, что они расцветут без солнечного света. Ты еще не начинал ее исследование? Нет, но сейчас уже пойду. Окей, будь осторожен. Эй, давно не виделись, как оно? Эй, послушай, та аномалия, о которой мы говорили раньше, я не думаю, что она вообще агрессивна по отношению к нам. И его почки начали расцветать. Они странно на нем смотрятся. Такое ощущение, будто к нам сюда впервые пришла весна. Это нормально? Обычно любое изменение является плохим знаком, предзнаменующим здесь какую-нибудь катастрофу. Это же всего лишь цветы, но спасибо, что беспокоишься за меня. Привет снова, как работа? Цветы продолжают распускаться. Похоже, скоро вся камера содержания будет ими заполнена. Почему бы тебе не прийти и не посмотреть? Они действительно красивые. Я никогда не устану от любования ими. Я бы с удовольствием, но не могу. Пока что сильно занята. Это была женщина, все это время. Действительно, какая досада. Было бы просто великолепно на них посмотреть. Хм, с тобой точно все в порядке? Что-то ты совершаешь очень много ошибок в последнее время. А еще я видел, как ты часто подолгу стоял на месте. Да ничего, мне пора возвращаться. Я рисовал набросок дерева. Ты будешь первой, кому я его покажу, как закончу. Аудиозапись психологических консультаций. Да, мне стало лучше. Я также стала чувствовать... Также стало лучше справляться с работой аномалий. Я отправилась в камеру содержания аномалий могилы Сакуру, как вы говорили. И я стала до странного отлично себя чувствовать. Я никогда не верила в то, что растительный мир может источать добрую ауру. Но я думаю, что это правда. Но какая же это досада, что я не могу взглянуть на цветущую Сакуру вместе с Савьером. Я видела его набросок, когда я рылась в его вещах. Само дерево было намного красивее. Оно было намного великолепнее, чем он мне о нем рассказывал. Какая трагедия, что он исчез до того, как увидеть это зрелище. Если вам поведение какой-либо аномалии покажется подозрительным, пожалуйста, тщательно исследуйте ее. Да, со мной все в порядке. Я избавилась от этого ощущения. После того, как я их увидела, цветы Сакуры стали опадать. Но я увидела почки, появившиеся на дереве после моей крайней проверки аномалии. Может, я переборщила с наблюдением за этой аномалией? Нет, это же не так важно. Я просто хотела бы увидеть, как цветы Сакуры опять расцветут. Да, благодарю вас. Внимание! Нам было сообщено об устрашающем возрастании желающих увидеть аномалию могилы Сакуры сотрудников. Это неадекватное поведение должно быть вызвано отсутствием каких-либо естественных природных пейзажей в комплексе. Однако, я не думаю, что мы должны создать правила, запрещающие это. Мы обнаружили, что коэффициент психического состояния сотрудников повысился до приемлемой нормы, когда они смотрели на аномалию могилы Сакуры. Причина этого не важна. Должно быть все, что меня волнует, этот растительный мир, источающий добрую ауру. Что-то подлинно известно, что аномалия могилы Сакуры очаровывает сотрудников, и они не знают, что кроется под ее корнями. Вы понимаете, что лепестки Сакуры поразительно кровавого оттенка, и ее непровзойденная красота вызвана ее цветом. Чем больше на нем крови, тем красивее она становится. Сотрудников, видевших это очевидным, притягивало к нему снова и снова. А теперь циц. В этом месте вот так все и работает. Ну, такое себе. Довольно скудный лор, будем честны. Ничего особого нам не рассказали. А во! С ее надеждой обернуться в прах, и она вернется в могилу совсем, что ждаждет жизнь. Берем. What the fuck? Это что вообще такое за пьюк? Так, ну что, Магатпай? Давай, обуздай эту девочку. Сотрудник Магатпай желает комфортного весеннего сна в кровати из цветов. Однажды, Аль Ионе расцвела и зачахла. Она осознала значение воскрешения. Следы останутся, и все живые собираются у аномалии. В результате хорошей работы уровень счетчика аномалии понизится с высокой вероятностью. Ну, понятно. Уже? Сириус ли? Мазафакер вонючий. Так, идем сюда, мужики. Она еще и свалила куда-то. Да нам насрать. Мы идем работать вообще. Справляйтесь сами, засранцы. Какая-то заставка Нокии началась. И у нее появляется... Лепесточек. Однажды все умрут, говорит Димакс. И это все? А, вон она наверху. Такие делишки. Пришла из ниоткуда, вернусь ни с чем. В результате плохой работы уровень счетчика клепота понизится с высокой вероятностью. То есть нужно ходить на нормальную работу. Привязанность с подавлением. Ну, короче, вот на привязанность нужно. Либо на подавление ходить с учетом бонусов, наверное, всех. Эхо голова один. Веночек такой прикольный. Че это за кал? Это что вообще? Это арт? Худший арт. Вот, это реально худший арт в игре. Что здесь вообще нарисовано? Так, ну читаем лор. Аномалия имеет гладкую поверхность. Глазницы пустые. Они приполнены растущими растениями. Аль-Раун. Кукла, которая жаждала быть человеком. Она была любима людьми из-за своих проникновенных глаз. Аль-Раун была выброшена в темный лес. Вороны выжилали и украли ее сияющие глаза. Ее разум, жизнь и сердце медленно увидали. Аль-Раун видит все без глаз. Человек, который жаждал быть куклой. С ее надеждой обернуться в прах. Она вернется в могилу со всем, что жаждет жизнь. Здесь прикольно. Хоть он и мелкий лор, но это реально как будто лор. По крайней мере, не просто описание того, что она делает. Кодекс. 100% бойся. Мы изучили все аномалии в игре. Пок чемпион. Подавление ядра сефира. Повредить ядро бины. Пробуждение арбитра. Let's go. Арбитр. Жесть. Вот это сет у нее. 0-1 сопротивление ко всему. Золотое безумие. Что это значит? Я вижу, что перегрев начинается, да? Каждый перегрев отвечает за что-то. Так, ну давайте сходим димаксом сюда. Непонятно, что такое... Ух, ядрить. Бортсир умер. А это она уже здесь находится? Окей. Видимо, я обязан все-таки ходить на эту штуку. Потому что это какие-то дебафы, походу, накладывает. Даже самые топовые челики просто... Посмотрите, какой урон ловит. Практически нереально убить бину, не сбивая все перегревы. Ну, понятно, короче. В принципе, понят. Так, отходим в этот коридор. Так, ну что, погнали месить ее пробовать. Пока что она новую волну не начинает. Просто нужно понять еще интервал ее волн. Ну, первая фаза нормально отлетает. Так, пошла вторая фаза. Пошла вторая фаза. Музыка, музыка, музыка. Так, наверное, лучше отступить, да, мужики? Давайте отступим немножечко. Посмотрим. Ох, едрить. Вжунь. Безумие волн. Так, бортир сгоняешь. Подавляет. Не подавляет, чувак. Нам нужна работа какая-то с обычным шансом на эту срань. Так, корги идет сюда сразу же. Ни хрена это, что здесь такое за клешни. Так, ну что, второй заход сейчас будет, походу. Второй файт, бойс. Все, пора месить, походу, уже. Она в коматозе. Ну, пока что все нормально проходишь, хокки. Третья фаза началась. Окей, у нас пауза. Пауза исчезла, бойс. Так, окей, без паузы будет неприятно. Записки берем. Медведь. Сюда. У нее какой-то невероятный, черт побери, сейчас. Что это вообще такое? Аура? Крест с плоти. Блин, вот с крестом и с плоти опасно, на самом деле, потому что... Я не успеваю. Это что, все? Wait, what? Это все? Что-то как-то... Я даже не понял, что... Это было слишком быстро, ватафак. Походу, та звезда из колонн забаговалась. Тебе повезло, что звезда из колонн забаговалась, иначе там бы еще овер 10 трупов было бы. Ну, давайте зарестартим, раз вы считаете, что с багом, что нечестно произошло. Все сдохли? Да, все сдохли. По какой причине? Я не знаю. Я не успел заметить. Все равно кто-то сдох. Абисхолд сдох, Брэдден Брус мертва. Так, Бортир, Алькатрас умер, окей. Но он опять подряд, что ли, пустил их? В принципе, кролей можно вязать, по той лишь причине, наверное, что мы ничего от этого не теряем, по сути. Так, ну если она их сейчас не ваншотнет, первую фазу кроли смогут подавить. И здесь один, блин. Как я упускаю их, в общем? Так, сейчас голубые. 5 фпс. Блин, дайте еще одну. Ай. Сейчас точно бага никакого нет, чуваки. Ханит, Оксан, ты, Анивайр умер. Анивай. Абисхолла я бы вытащил оттуда. Так, она стрельнула. Манихард умер. Ну, хосе, не знаю, сколько у нас тут ухло. Три человека. Анивайр, Манихард. Блин, ну я вообще никакого удовольствия почему-то не получил от этого подавления. От всех остальных я получил удовольствие от этого вообще просто. Не знаю, он такой, такое душное, такое отвратительное. Багбаги эти все испортили. В итоге это место стало таким безжизненным. Горион. Прошу, отпусти меня и сделай то, что ты сказал мне сделать. Разве ты не чувствуешь, что место, которому ты принадлежал, теперь превратилось в пепел и рассыпалось? Погоди, это Бина? Ее зовут Горион? Я ничего не чувствовала в виде метеоритный дождь или яркий солнечный свет, когда была еще ребенком. Но это, это заставляет меня чувствовать себя по-другому. Но этого недостаточно. Я все еще хочу пить. Почему ты дрожишь? Где твое достоинство? Я не могу поверить, что ты пытался предать своих товарищей. Прошу, пожалуйста, просто отпусти меня, ты получила, что хотела. Это был не идеальный план, но и неплохой. Благодаря тем, кто тебе верил, мы видим замечательное зрелище. Мне нравится убивать людей этим оружием, знаешь? Это оружие называют доверием. Уборщики скоро придут. Они никогда не опаздывают. Наши отношения можно назвать симбиозом. Мне некогда избавляться от всяких отбросов. Я оставлю это на них. Нет, прошу! Да, это лицо. Только не уборщики, прошу! С ним. Ты выглядишь как живой. Ах, тишина и запах черного чая, мои лучшие друзья. Тебе они тоже нравятся, не так ли? А теперь следующее. Мне не нравится следовать информации, что мне дало дитя с рыжими волосами. Но слабейшие из нас дают полезную информацию. Я покажу тебе лица тех, кто будет жив в будущем. Все, что у меня осталось, вдохновение двигаться вперед. Все, что меня удовлетворяет, это звук предсмертного дыхания и лицо, теряющее краски жизни. Я уже давно знаю, что мы с тобой ничем не отличаемся. Мы мутанты для этого времени. Нет, правильнее будет сказать, что мы как раз те, кто лучше подходит этому миру. Ты все спланировал? Но куда бы ты ни пошел, мир от этого не изменится. Распахнутые крылья, синдикаты из-под воротин, нечто из окраин, бездна в руинах, арбитры вроде меня, когти и глаза. Ты никогда не справишься с ними в одиночку. Но так же мир не изменится, если ты будешь просто стоять тут. Нифига себе. Блин, ну у нее крутой, чуваки, скин. Посмотрите на этот скин. Жесть. Я увижу все, что ты сделаешь. Я не буду избегать. Я не буду прятаться. Я не буду отдыхать. Я никогда не закрою свои глаза и никогда не отвернусь. У нее плащ, кстати, даже есть, смотрите. Балдежный. Просто иди вперед, как ты всегда и поступал. Тогда ты справишься. Глаз, встретивший страх, нарушает цикл. 90% семени. Эпос не уничтожается после смерти носителя. Указанный департамент не будет подвержен перегреву щечку клепота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова